Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке музыки. Мы начинаем новый раздел «Выдающиеся личности». В этом разделе мы познакомимся с творчеством знаменитых казахских, русских и зарубежных композиторов. Урок 22. Мальчик-вундеркинд. Сегодня на уроке вы узнаете, кто такой Вольфганг Амадей Моцарт. А сейчас поставьте видео на паузу, откройте рабочую тетрадь по музыке, запишите число и тему нашего урока. Сложно представить музыкальный мир и мир в целом без произведений этого великого композитора. Сияющий, лучезарный, невероятный, как только не называют его любители классической музыки. Вольфганг Амадей Моцарт. Великий австрийский композитор XVIII века. Прожив всего лишь 35 лет, он создал более 600 произведений, среди которых оперы, симфонии, духовные мессы, концерты, сонаты и многое другое. Музыкальные способности Моцарта стали проявляться очень-очень рано. О таких детях говорят «вундеркинд», по-немецки «чудо-дитя». Талантливый и развитый не по возрасту ребенок. Уже в трехлетнем возрасте он начал проявлять склонность музыки. В 5-6 лет демонстрировал удивительные способности к игре на клавире, к воспроизведению музыки на слух и к импровизации. Сочинял уже собственные небольшие произведения. Отец Моцарта, Леопольд, решается показать своих детей, маленького Вольфганга и его сестру Нанрль, высшему свету Европы. И начинается их путешествие, длившееся с перерывами на протяжении почти 10 лет. Они давали концерты во многих городах Европы. Публика была в восторге от гениальности юных дарований. Они выступали перед императорами и императрицами и получали одобрительные отзывы. Если юный господин позволит, я буду переворачивать ноты. Простите, Ваше Высочество, но у Вольферля нет с собой никаких нот. У него все, как говорится, в голове. Ничего, я ему на пальцах покажу. Его игра от дьявола. Все из-за этого кольца. Пусть он его снимет, и тогда чудо конец. Поверь, Вольфер еще завоюет весь мир. А ты, милая, когда я вырасту, я на тебя женюсь. Извините, Ваше Высочество, держась ребенка. А я по-честному. Принесите ему красивую одежду. Можно Максимилиана. И пусть маленький Моцарт продолжает играть. Музыкальные произведения Моцарта считают воплощением самого духа музыки. Моцарт – величайший из композиторов. Музыка Моцарта так чиста и прекрасна, что возникает ощущение, будто он ее просто находил, в то время как она существовала вечно, как часть врожденной красоты Вселенной, ждущей, чтобы ее выявили и показали миру. И сегодня я вам предлагаю послушать песню Вольфганга Амадея Моцарта «Тоска по весне». Обратите внимание на удивительную легкость и полетность этой музыки. Музыка 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 Давайте запишем в рабочей тетради. Вольфганг Амадей Моцарт – великий австрийский композитор 18 века. В детстве он был вундеркиндом, чудо-ребенком. Написал более 600 произведений. После урока в учебнике «Музыка» на странице 83-84 вы прочитаете отрывок из биографии великого композитора. А сейчас давайте вспомним и споем песню, с которой мы познакомились на прошлом уроке. Что за музыка на улице слышна? Это снова на дворе поет весна. Птичьи тролли засвистели, капели зазвенели. Светлой музыкой вся улица полна. Открывайте шире двери, просыпайтесь, птицы, звери. Отступила злая зимушка зима. Позабыли мы, простужи стали, нам совсем не нужны. Холод и немая тишина. Зимний холод и немая тишина. Что за музыку я слышу за окном? Все растаяло, что было зимним сном. И весенним водопадом, вон сосули громко капает. Засмеялось, зазвучало все круто. Открывайте шире двери, Просыпайтесь, птицы, звери. Отступила злая зимушка зима. Позабыли мы, простужи стали, нам совсем не нужны. Холод и немая тишина. Зимний холод и немая тишина. Это музыка, как вешняя вода. С нее нам не будет скучно никогда. Там мелодия повсюду, вместе с ней петь я буду. Эту музыку запомню навсегда. Открывайте шире двери, Просыпайтесь, птицы, звери. Отступила злая зимушка зима. Позабыли мы, простужи стали, нам совсем не нужны. Холод и немая тишина. Зимний холод и немая тишина. Зимний холод и немая тишина. Сегодня на уроке мы познакомились с вами с одним из величайших композиторов в истории музыки Вольфгангом Амадеем Моцартом. Домашнее задание. Прочитать в учебнике на странице 83-84 фрагмент из биографии великого композитора. На этом наш урок подошел к концу. До свидания, ребята! Редактор субтитров А.Семкин